За последние несколько месяцев представители новой администрации США во главе с президентом Джо Байденом неоднократно угрожали России, что она заплатит высокую цену за ситуацию на Донбассе. В Москве отреагировали на подобные агрессивные высказывания. По мнению замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, упомянутые заявления, звучащие из Вашингтона, неприемлемы. Россия продолжит оберегать население самопровозглашенных республик Донбасса, защищая интересы русскоязычных жителей, а озвучиваемые из другого полушария планеты угрозы, лишь убеждают Москву в правильности своих действий. Они говорят о высокой цене, но никогда ее не называют. То, что они делали до сих пор, мы, во-первых, хорошо изучили, во-вторых, к этому приспособились, в-третьих, не считаем, что вообще применима такая терминология цена, расплата и так далее за те или иные действия. Мы просто отстаиваем наши интересы, интересы наших граждан, русскоязычного населения. Будем защищать их и дальше. Сказал дипломат представителям СМИ 13 апреля 2021 года, ответив на претензии к России. Рябков с сожалением констатировал, что из сложившейся ситуации действующие украинские власти и их западные покровители делают выводы, которые не настраивают на позитив. Он подчеркнул, что США являются врагом России, так как Вашингтон делает все возможное, чтобы подорвать позиции Москвы в мире. Других элементов в их подходе к нам мы не видим, отметил он. Кроме того, Рябков обратил внимание, что блок НАТО, США и ряд других стран сознательно подталкивают Киев на конфронтацию с РФ, подогревая милитаризм на Украине. Одновременно Запад активно провоцирует Москву, поэтому Россия, в случае дальнейшего обострения, приложит все усилия для обеспечения безопасности государства и российских граждан, где бы они ни находились. При этом вся ответственность будет лежать на Украине и странах Запада.